Импортный инсулин больше не поставляют в Россию. Такими заголовками недавно пестрели новостные ленты. Импортозамещение идет полным ходом. Однако число больных с сахарным диабетом растет. Как дела обстоят в Ангарске, расскажем далее. Сахарный диабет – проблема мирового масштаба, которая не теряет своей актуальности. Сейчас этому вопросу уделяется пристальное внимание. В Ангарской городской поликлинике номер один на учете состоят 4,5 тысяч пациентов с этим заболеванием. Что касаемо лекарственного обеспечения наших пациентов, то пациенты по федеральной льготе получают препараты в рамках федеральной помощи. Это льготные лекарства. И если у них нет инвалидности, по оригинальной льготе также получают препараты. И поэтому некоторые препараты у нас ушли по импортозамещению. Но тем не менее у нас есть свои, не менее действующие препараты наши отечественные. Поэтому такой проблемы особо нет. Все люди обеспечены в полном объеме. На постоянной основе в Ангарской городской больнице проводится активное информирование населения по профилактике сахарного диабета. Увеличение приверженности пациентов к здоровому образу жизни с целью информирования пациентов о диете и на вот такие простые вопросы, то есть на которые иногда у врача на обычном амбулаторном приеме нет времени рассказывать подробно, мы проводим школы для пациентов с сахарным диабетом, которые у нас проводятся два раза в неделю на базе конференц-зала поликлиники номер один по вторникам. Мы будем рады помочь вам ответить на ваши вопросы, на которые вы можете задать абсолютно любые. Всего в России с сахарным диабетом страдают более 10 миллионов человек. Сейчас ведется разработка отечественного препарата, который будет выведен на рынок в 2027 году. Никита Родинский, Александр Черник, Местное время.